Сегодня на Краснопольщине живет всего десяток тысяч человек. И не в таком отдаленном прошлом речь шла даже об упразднении всего района. Но все же программа развития Юго-Востока дает новый шанс району, который больше всех пострадал от радиации. Судя по пресс-туру, который провели на Краснопольщине, здесь сегодня делают ставку на деревообработку, развивают новые экологические проекты, укрепляют здоровье в новом физкультурном комплексе и стремятся сохранять свою историю. С подробностями Олеси Рыбалка. Этот цех приносит Краснопольскому лесхозу сотни тысяч рублей в месяц. Полубрус, обрезная доска, палеты – все идет на Европу. Давние на связи, за границей, можно сказать. Отношения у нас деловые. Качество продукции у нас очень хорошее. Устраивает ерманцев шепетильных. То есть они сами приезжают, смотрят продукцию, ежемесячно принимают, как бы их это все устраивает. За два неполных года, пока действует программа развития Юго-Востока, в производство вложено более 200 тысяч рублей. Эта линия – последнее приобретение. Здесь получили работу 8 человек. Среди них – Эдуард Орловский. Несостоявшийся нефтяник после того, как получил в райцентре работу, решил даже поступать в ВУЗ на лесное хозяйство. И это вполне понятно. В Краснополе – это, как говорится, лесос на первом месте, где можно, ну, самая хорошая организация в нашем районе. Вот-вот тут ведут еще и сушильные комплексы. Это уже за счет собственных средств. Более глубокая переработка древесины позволит увеличить стоимость продукции. Нынешние 130 евро за кубометр готовой доски превратятся в 160. Рабочее настроение и в агрогородке Турия, куда пришел частник. Молодой бизнесмен, который, кстати, и сам зачастую работает у станка, в течение года вышел на рынки Польши и Латвии. Планирует расширять штат с 13 до 20 человек. У коренного краснопольчанина это не последняя бизнес-идея. Очередной проект – открытие в районе агроусадьбы. Хочется что-то в районе оставить. Я не собираюсь никуда отсюда уезжать. Мне здесь все нравится. Хочется что-то, чтобы было свое. Всего за последнее время в районе начали работу 10 частных организаций. Половина – это фермерство. Рискнул в этом году и любитель коневод Юрий Зимцов. Идем, 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 любопытствует. Идем, звездочка. Лошадь, советский тяжеловес, увидев камеру, испугалась. Звездочка просто осторожничает, объясняет хозяин. Ждет потомства. Сейчас в его стаде 25 кобыл. 20 уже с приплодом. Разводить лошадей было мечтой. Она осуществилась. Своё дело и любимое для души. Местные власти такие начинания только поддерживают. Помогают, не отказывают. Дали землю. Всё, пожалуйста, только занимайтесь. Промышленность в районе сегодня официально представлена одним предприятием. Это жилкоммунхоз. Отсюда и желание жителей Краснопольской земли. Хотелось бы хорошее предприятие, которое было прибыльное и конкурировало. Ну, чтобы была работа. Хочется, чтобы что-то было для жителей, для молодёжи. Куда-нибудь, чтобы не уезжали все. Куда-нибудь в другие города оставались всё-таки дома. Детских площадок побольше. Кафе детских хотелось бы нам. Чего вы пожелаете Краснополию? Краснополию. Только процветание. У краснопольчан уже появилась возможность заниматься спортом, ходить в бассейн и даже мини-аквапарк. Недавно тут открылся современный фок. Тут сядь традиции и уважают историю. Чего только стоит памятник деревянного зодчества, которому более ста лет, храм Дмитрия Ростовского в деревне Выдренко. Молодёжь тоже не остаётся в стороне. Школьники из Пачеп взялись возрождать популярное ранее садоводство. Реализуют проект глобального экологического фонда «Зелёная экономика». Разводят саженцы, продают, зарабатывают на этом и помогают деревцами, малообеспеченным семьям. Станем взрослыми, и у нас будут тоже дети, которые будут приходить сюда, может быть, будут приходить сюда и будут помнить, что сделали их родители. Проект пошёл дальше. Скоро тут появится ещё и зона для цветоводства и декоративных кустарников. А в соседнем Козеле будут закладывать фруктовый сад. Питомник, созданный руками детей, станет учебным центром для всего Юго-Востока.